приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и во всех приветствуем изобилие и достатке желаем всем мирного голубого неба над головой сегодня в этом видео друзья мы поговорим о тех датах когда вы можете сжигать чеки и это дата в марте забегая наперед хотим сказать о том что это три дня в марте когда вы можете провести эту практику и она будет достаточно эффективно прямо сейчас не забудьте взять листик бумаги ручку и записать или поставить себе напоминание в телефоне почему мы этой практике решили уделять очень большое внимание дело то что многие наши подписчики просят о том чтобы мы говорили эти даты когда мы говорим день в день многие к сожалению от не успевать но многие из нас собирают чеки почему именно чеки квитанции почему мы считаем что это очень важно дело в том что денежные дело в том что чеки сами по себе квитанции они хранят очень важную информацию о денежном потоке потому что чеки имеет вот информацию о деньгах и когда вы должны понимать что вообще по под любым чеком под любым квитанция подразумевается вот любые документы которые нам удостоверяют факт поступление или расходования денег это могут быть в том числе кстати друзья выписки из банка это могут быть даже распечатки из банкоматов копии счетов поэтому никогда вот если вы даже допустим где-то отдыхаете на отдыхе и вам выдает квитанции об обмене денег ни в коем случае не выбрасывайте а собирайте именно сжигайте в те дни когда вот эти дни благоприятный наступает и обращаю ваше внимание что когда вы проводите эту практику по сжиганию чеков квитанцев то потраченные деньги возвращаются к вам обратно в кошелек при этом они могут возвращаться по разным каналам это не что если вы рассчитались в магазине то и условно вы получали зарплату да то есть вы за этих денег рассчитываетесь то и соответственно так и деньги поступят нет так не работает в этом может быть и выигрыш в лотерею да это может быть подарок например от родителя друзей и знакомых это может быть премия на работе при этом это премия например на работе который вы просто не ожидали это может быть какой-то возврат долга который возможно вы также о нем уже забыли вы должны понимать что огонь это возобновляющая и трансформирующая сила это достаточно сильная энергия но здесь очень важно энергию огня правильно использовать во благо себе вы сами знаете что если мы правильно и используем то мы энергией огня напитываемся и нам даже становится хорошо вот кто любит сидеть возле каминов у огня у костра вы прямо вот сидите да вот и и прямо чувствуете у такое вот какое-то внутри успокоение радость но и также огонь он может приносить беду людям поэтому нужно уметь всегда правильно использовать энергию в то же время и воды воздуха и так далее кроме того многие наши подписчики гости канала очень часто просят именно почаще проводить эти практики но вы должны понимать что эти практики не бессмысленно проводить каждый божий день поэтому те кто проводят они удивлены тому что действительно эта практика она работает это казалось бы простая практика но в ней магия конечно же есть давайте для начала поговорим о том как это правильно делать вы должны понимать что когда вы собираете любые денежные расходы которые удостоверяют удостоверяют ваши расходы это очень важно именно ваши смотрите какая ситуация многие думают о том что если например вы пошли в магазин да и вы сохранили чек это правильно но если пошли пошел например ваш муж в магазин или не знаю вот ваша соседка например она рассчиталась принесла вам квитанцию то учтите это уже не ваша квитанция вам нужно ее порвать поблагодарить за работу и выбросить нас интересует только те чеки которыми вы рассчитываетесь своей карточкой своими наличными деньгами которых вы вы именно берете с кошелька но обращаем ваше внимание что хранить чеки в кошельке ни в коем случае нельзя для чеков заведите обязательно отдельное место у себя в доме это может быть коробочка это может быть какая-то шкатулочка это может быть даже конвертик и здесь очень важен выбор даты когда вы будете сжигать чеки поэтому собирайте все свои расходы ни в коем случае еще многие люди считают что они так могут обмануть вселенную высшие силы и берут чеки у коллег по работе когда они там вместе рассчитываются за что-то или у знакомых родственник ни в коем случае это не делайте также сжигание лучше проводить на улице если у вас такое нет возможности то тогда сложить это в тарелочку или по упорную какую-то емкость такой чтобы ничего не натворить и конечно же соблюсти правила пожарной безопасности также обращаем ваше внимание когда вы проводите саму эту практику вы должны быть найти в таком спокойно быть состоянии быть в радостном состоянии если вас этот момент гложет какие-то проблемы вас депрессия апатия вам ничего не хочется вы будете проводить еще тупо практику помнить энергии огня на достаточно сильная и тогда эта практика будет вам не во благо вам во вред вы должны об этом очень важно понимать кроме того давайте сразу проговоримся проговорим о том что когда сжигаются наши чеки квитанции всевозможные финансовые документы нам нужно говорить обязательно определенные магические слова я а мы назовем вот список да а вы себе выберите те что вот вам понравится или возможно у вас в сердце именно вот вы почувствуете да вот эти слова сегодня нужно сказать и так чеки сжигаю богатство прибавляя или в доме моем денежке умножаться в припас ложатся или чеки сжигаю богатство зазываю или чеки сжигаю богатство прибавляю или чеки сжигаю богатство укрепляя или на благо мне на благо всем обязательно пока у нас с вами горит огонь обязательно повторяйте эти слова это очень важно потому что таким образом вы запускаете определенные процессы в своей жизни и далее после того как у нас сгорели чеки обязательно поблагодарите огонь за ту работу которую он проделал обязательно поблагодарите высшие силы вселенной достаточно сказать слово благодарю и в этот момент себе представим ведь что вы благодарите все то что вокруг вас окружает и после этого наш пепел пускаем по ветру и узнаете это очень важно именно отправлять по ветру этот пепел себе представлять как в этот момент вот энергию вы отправляете и она в к вам же возвращается в приумноженном виде итак давайте теперь друзья поговорим о днях когда это можно сделать в марте 2022 года прямо себе сейчас запишите итак первая дата значит мы сразу хотим сказать о том что время везде московская и так 2 марта с 20 часов 38 минут до 8 утра 4 минут 3 марта и так с 2 условно на 3 марта проводите эту шикарную сильную практику следующая дата когда вы можете это сделать это у нас с вами 7 марта с 8 часов 40 минут до 8 часов 52 минут 8 марта то есть 7 7 по щит ну будем дарить целый день до и 8 марта до условно до 9 часов утра когда вы можете провести эту практику следующую практику когда вы можете это сделать 14 марта время с 13 часов 11 минут до 14 часов 32 минут 15 марта вот друзья это те три дня когда нужно обязательно провести эту практику она достаточно сильная и многие о ней знают мы друзья надеемся что эта информация была для вас очень полезна важно кроме того пожалуйста обращаем ваше внимание когда вы всегда рассчитываете всегда берите квитанции это очень важно даже если вы находитесь в каком-то магазине где вам спрашивают вам давать квитанцию или нет всегда забирайте квитанцию но обращаем ваше внимание когда вы берете квитанции чеки что-либо всегда не берите рука в руку обязательном порядке должно быть что-то быть куда допустим про продавец должен положить например это может быть стол или это может быть тарелочка для сдачи обязательно то вспомнить о том что деньги мы отдаем не рука в руки а через что-то чтоб мы таким образом не передавали свою энергию и так же самое чтобы продавец от имени магазина на энергетическом друзья уровне мы не говорим как юридически здесь также не передавались вам какие-то возможно проблемы или какой-то негатив друзья это очень важно друзья мы надеемся что эта информация была полезна нужно для вас с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы оценить кому вы желаете мира любви и гармонии